Время подвести итоги уходящей недели. В студии Мария Лапчева. Здравствуйте. В начале коротко о главных темах последних семи дней. Денис Буцаев, заместитель председателя областного правительства, посетил Люберцы с рабочим визитом. Организация торговли, работа транспорта и служб ЖКХ Владимир Ужицкий провел первую в этом году встречу с жителями. Выборы 2018. Нововведения и тонкости главного события этой весны обсудили в Люберцах. Страшное позади. 28 воспитанников кадетской школы выписались из больницы после отравления. Мамочка-люберчаночка в городском округе прошел кастинг на ежегодный творческий конкурс. Танцевали для Татьяны. Детская хореографическая школа поздравила люберчан сразу с двумя праздниками. 27 января – особая дата в истории нашей страны. 74 года назад была снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 дней. Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа советского народа. Блокада Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Захвату города германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник ввел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы, предпринимал многочисленные попытки захватить город. За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло свыше 640 тысяч жителей, по другим данным, не менее 1 миллиона человек. В условиях блокады ленинградцы трудились на оборонных предприятиях и воевали в дивизиях народного ополчения. За массовый героизм и мужество в Великой Отечественной войне, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, в 1965 году городу присвоена высшая степень отличия. Звание «Город-герой». Луиза Игазарян, телеканал ЛРТ. Денис Буцаев, заместитель председателя областного правительства, посетил Люберцы с рабочим визитом. Он встретился с бизнес-сообществом в новом каворхинг-центре «Старт», а также посетил предприятие «Полет» и «Отесси». Вот так на символическом дереве нашей Подмосковья в Люберцах вырос второй каворхинг-центр «Старт». Открыть еще одно бизнес-креативное пространство приехал лично министр инвестиций и инноваций Московской области замтед областного правительства Денис Буцаев. Каворхинг показал свою жизнеспособность. Первый открытый каворхинг, непростая судьба была по заполняемости, в настоящий момент вышел на окупаемость, и это позволило коллегам подвигаться дальше, открыть второй каворхинг. Этот каворхинг несколько отличается от своего старшего брата, каворхинга на улице электрификации. Прежде всего, площадью, оснащением и наличием новейшего оборудования. Но главное его отличие в перечне оказываемых услуг. Резиденты нового «Старта» смогут получать консультации юриста, бухгалтера, банковского специалиста удаленно. Тем не менее, пока не все предприниматели понимают удобство, простоту и эффективность использования каворхинга. Мы считаем, что в этом отношении уровень заполняемости в 50-60%, который есть сейчас, он показывает потенциал для увеличения заполняемости. Вы приобретаете за абонемент не только рабочее место, где вы можете непосредственно разместить себя или свой офис, но вы в том числе получаете определенный перечень услуг и, самое главное, получаете еще определенное креативное окружение. Обычно каворхинги – это место начала стартапов. В день своего открытия каворхинг-центр уже принимал гостей. Местные предприниматели пришли оценить пространство, а также задать наболевшие вопросы напрямую Денису Буцаеву. Оживленная дискуссия, а в ней принял участие и глава округа Владимир Ружицкий, стала символическим началом работы нового «Старта». Вопросы есть. Если они есть, мы их пытаемся решать. Если не получается, мы пытаемся как-то понять, что сделать в этом случае. Денису Петровичу сегодня скажем огромное спасибо. В его плотном графике область большая, потенциал огромный, сумасшедший. С этим надо как-то разбираться. В рамках сегодняшнего визита в Люберце Денис Буцаев успел не только каворхинг-центр открыть, но и местное предприятие «Отесси» посетить. Кроме того, заглянул и на кондитерскую фабрику «Полёт». Подобные рабочие визиты по Московской области Денис Буцаев совершает регулярно. Их цель – конструктивный и открытый диалог с бизнес-сообществом, а также взаимодействие с местными органами власти. Мария Лапчева, Сергей Гвоздев, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Владимир Ужицкий провел первую в этом году встречу с жителями. В ней приняли участие около 600 человек. Организация торговой деятельности в городском округе стала одной из главных тем. Кроме того, говорили о благоустройстве, работе общественного транспорта и жилищно-коммунальных служб, а также учреждения образования. Отмечу, в адрес администрации было сказано немало слов благодарности. На этот раз встреча прошла во Дворце культуры. Посвятили ее развитию сферы торговли, а также обеспечению доступа жителей ко всем видам услуг и их качеству. По традиции Владимир Ужицкий ответил на вопросы горожан. Недавно приобрели мы жилье, микрорайон 7-8. Безобразие у нас там с благоустройством. Нет парковочных мест. И получается, что проспект Победы на газонах люди ставят автомобили. Мы в прошлом году, в 2017, мы сделали порядка 5600 с лишним парковочных мест. И мы планируем в 2018 году где-то такое же количество парковок делать. Жители ЖК Малая Павлина задавали много проблемных вопросов. Они касались электроснабжения в жилом комплексе, а также работы общественного транспорта и управляющей компании. Мой корпус просто тонет, извините за выражение, в этих фекальках. Сотрудники УК утверждают, что жители намеренно засоряют канализацию, то есть бросают туда штаны, подушки, игрушки и остальные вещи. Это не так. 305 кабинет, я вызову управляющую компанию, мы вместе сядем и разберемся. Хорошо, спасибо. Если надо, накажем. Мы находимся вдоль Зенецкого шоссе и большая проблема с тем, что растет количество жителей, растет загруженность дороги. Дорога не освещена никак. Сегодня дорога, согласно решению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, правительства Московской области, она внесена в план реконструкции. Сегодня делается проект. Дорога будет четырехполосной. Проект будет завершен, как мне говорили, буквально на днях, где-то июль-август. И где-то в это время сразу же приступят к работам. Обратились к главе и жители Тамилина. Их волнует возведение торгового комплекса у железнодорожной станции. По словам жителей, он стоит слишком близко к пешеходной дороге. Строительство ведется незаконно. Территориальное управление уже направило несколько бумаг по вопросу закрыть это строительство. Вместе с тем в адрес администрации прозвучало много слов благодарности. Я многодетная мама. Я с огромной благодарностью и волнением хочу поблагодарить вас, вашу команду. В этом году мне дали моей семье трехкомнатную квартиру. Поэтому это еще подтверждает то, что город развивается. И Владимир Петрович, у вас команда вот просто великолепная. В завершении встречи Владимир Ружицкий подвел итог. И напомнил жителям, что по всем вопросам к сотрудникам администрации можно обратиться в социальных сетях. Это была первая в 2018 году встреча главы с жителями, которую посетили порядка 600 человек. Данил Михайлов, Никита Скороган, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Проголосовать по месту нахождения, за границей, дома и даже в больнице. Все это можно будет сделать на выборах президента 18 марта. Представители территориальной и московской областной избирательных комиссий рассказали о нововведениях и тонкостях самого важного события весны 2018 года. Выборы президента Российской Федерации – одно из самых главных событий 2018 года. У избирателей назрела масса вопросов, в частности, касающихся открепительных удостоверений. Так, по словам представителей ТИКа, их в этот раз полностью отменили. Однако тем, кто хочет проголосовать по месту своего пребывания, а не прописке, всего лишь нужно обратиться в одно из четырех мест. С 31 января по 12 марта каждый избиратель может подать заявление в территориальную избирательную комиссию, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, то есть наши МФЦ. И, естественно, на сайте интернета – это единый портал государственных и муниципальных услуг. А начиная с 25 февраля и по 12 марта, также можно обратиться и в участковую избирательную комиссию. Во всех случаях при себе нужно иметь паспорт. После подачи заявления избиратель получит открепительный талон с номером участка, на котором он сможет проголосовать в день выборов. В эти же четыре точки должны обратиться и те, кто планирует 18 марта быть за границей. В таком случае им представится возможность оставить свой голос в консульстве или в местах, которые определило принимающее государство. Прошло разокрупнение избирательных участков с большим количеством избирателей. Поэтому на данный момент у нас 165 избирательных участков, из них 164 постоянные участки и, как мы уже говорили, один у нас временный. Временный избирательный участок расположится на территории Люберецкой районной больницы номер 2. Также такие объекты откроются в столичных аэропортах. Кроме того, тем, кому это действительно необходимо, проголосовать можно будет и дома. В этом случае нужно написать заявление на каждого избирателя. Заказать выездную комиссию можно также по телефону, а если по истечению обстоятельств житель окажется в больнице, он все равно сможет выполнить свой гражданский долг. Если администрация, скажем так, больницы, ну, лечебное учреждение обратилась в участковую избирательную комиссию, либо в территориальную избирательную комиссию, представив сведения в отношении граждан о том, что у нас столько-столько человек прибывает, который вырастет желание проголосовать. Обратиться с просьбой проголосовать на дому, либо в больнице можно в территориальную комиссию даже в день выборов до двух часов дня. Стоит помнить, что в этом году отменено досрочное голосование. Именно поэтому в день президентских выборов избирателю не имеют права отказать. По всем вопросам можно обратиться в территориальную избирательную комиссию по телефону, которую вы видите на экране. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. 28 воспитанников кадетской школы выписались из больницы после отравления. В настоящее время 24 ребенка и 16 взрослых продолжают получать лечение. Как выяснилось, острая кишечная инфекция вызвана сальмонеллой. О дальнейшей судьбе учебного заведения, в котором произошел инцидент, рассказала начальник управления образованием округа Виктория Бунтина. Всего из-за массового отравления в кадетской школе на больничной койке оказались 57 детей и 16 взрослых. Это не только педагоги, но и сотрудники пищеблока и представители здравоохранения. Чтобы заняться расследованием несчастного случая, в учебное заведение были вызваны все необходимые спецслужбы. Органы Роспотребнадзора, Минздрава, Следственный комитет, прокуратура, МЧС, а также сотрудники управления образованием. Были взяты необходимые все пробы, смывы. Была осуществлена проверка документов. Часть из них изъята для дальнейшей проверки. По первым анализам был сделан вывод, что острая кишечная инфекция вызвана такой бактерией, как сальмонелла. Местные власти, в свою очередь, предприняли меры, чтобы не допустить подобной ситуации в других учебных заведениях. По поручению Владимира Ружицкого с 15 января началась внеплановая проверка состояния пищеблоков во всех общеобразовательных учреждениях. По словам Виктории Бунтина, и она продолжается до сих пор. Также в этот день было издано распоряжение управления образованием о расследовании несчастного случая. Это массовый несчастный случай. И эта проверка также на сегодня еще продолжается. И продлится она в соответствии с законодательством до 29 января. На текущей неделе кадетская школа расторгнет контракт с подрядной организацией. Как только учебное заведение начнет функционировать, в нем будет организовано горячее питание. С выбором нового поставщика пока не определились. Впрочем, для этого есть время. Решением суда деятельность кадетской школы приостановлена на 25 дней. Первые классы мы так и оставили на каникулах. А для детей со 2 по 11 классы организовано дистанционное обучение. Но кадетская школа, возможно, распахнет свои двери перед учениками раньше установленного судом срока. В учебном заведении провели две генеральные уборки с последующей дезинфекцией помещений. Также были взяты контрольные смывы. Если анализы окажутся чистыми, вынужденные каникулы могут сократить. Добавлю, что руководитель кадетской школы Марина Смирнова освобождена от должности. Ее обязанности временно исполняет заместитель директора по безопасности. Луиза Игазырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Продолжается ремонт поликлинического отделения на улице Гаршина в Томилине. Врачи уже переехали в обновленное крыло здания. Ремонт во втором крыле начнется с 25 января. Ну а пока результаты работ оценил глава округа Владимир Ружицкий. Без отрыва от производства. Именно так во время ремонта работает поликлиника на Гаршина. В смену здесь принимают около 250 человек. И для них, как заметил глава округа, необходимо создать хорошие условия для получения медицинской помощи. У нас все идет по графику, по плану. Мы, во-первых, входим в программу Московской области по ремонту больниц, поликлиник. И по этой программе мы в 2017-2018 году должны отремонтировать 14 больниц, поликлиник. На сегодняшний день в 2017 году отремонтировано 7. Осталось 7 на 2018 год. Вот в это число 7 входит в Томилинская поликлиника. Отметимый ремонт в медицинских учреждениях проводится по областной программе здравоохранения Подмосковья, которая продолжится до 2020 года. Работы в Томилинской поликлинике номер 3 начались в сентябре 2017-го и планируют завершить к июню 2018-го года. Мы дружно переехали на одну половину поликлиники, сделали вот эту часть со вторым этажом. После этого мы вернулись уже в отремонтированную часть поликлиники и продолжается работа в той части, которую еще не делали. Поэтому люди для того, чтобы получили эту помощь, вот немножечко теснятся, но люди довольны. Мы оказываем помощь, мы никому не отказываем. Теперь больнице предстоит ремонт второй части здания, который начнется в ближайшее время. По словам Людмилы Редькиной, планируется хорошее медицинское оснащение, замена аппарата УЗИ, обустройство кабинета окулиста, лора, а также создание кабинета для профилактической медицины. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Люберцы расчищают от снега. Для уборки улиц городского округа сформировано более 50 бригад. За порядок во дворах отвечают управляющие компании. Как с этой задачей справляется ЛГЖТ, узнавала наша съемочная группа. Люберецкий городской жилищный трест обслуживает почти 850 многоквартирных домов города. Убрать снег с прилегающей к ним территории задача не из легких. Однако подрядные организации стараются не запускать дворы. Сразу после окончания снегопада на расчистку выходят 30 единиц специализированной техники и 400 человек, которые работают вручную. Если снегопад не прекращается, не прекращаются и работы по очистке. То есть это полномерно ведется работа на всей территории. В первую очередь, конечно же, очищаются подходы и подъезды к домам. Если необходимо, если есть у нас гололед, осуществляется посыпка противогололедными средствами. Также коммунальщики, как и полагается, убирают тротуары и проезжие части, прилегающие к домам. Контейнерные площадки, спортивные и игровые детские комплексы. Расчистку ведут до твердого покрытия. Убирают хорошо, дворники работают на пятерочку. Каждый день убираются, метлой счищают с крыши, подметают землю. Дети довольны. Пожаловаться на качество уборки или на несвоевременную расчистку снега можно в одной из ЖЭУ, либо в единую диспетчерскую службу ЛГЖТ. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. В Люберцах во дворце спорта «Триумф» прошел финал городского конкурса «Педагог года-2018». Впервые за всю его историю финалистами стали семь педагогов. Они набрали равное количество баллов. За ходом соревнований наблюдала Мария Антонова. 44 претендента впервые за историю конкурса. И только семеро удостоились побороться за почетные звания «Педагог и воспитатель года-2018». Конкурс проводится уже в 28-й раз. В этом году традиционно все конкурсанты удостоились подарков и дипломов из рук главы округа Владимира Ружицкого. Все, что мы умеем, это заслуга учителей. И мы усвоим в себя. Мы же хотели, чтобы у нас был хороший учитель. Когда стали родителями, мы какого учителя хотим своим детям? Хорошего учителя. Мы к этому стремились. И надо понимать, что сегодня, а вот именно на этой сцене, стоят лучшие учителя. Лучшие! Трое воспитателей и четверо учителей в этот день стали артистами большой сцены. Яркие выступления и неповторимые костюмы. Конкурсанты становились героями собственных сказок. Мередство, мередство, первые руки и ноги. В этом году в номинации «Воспитатель года» победила Наталья Бирюкова из детского сада номер 28 «Совенок». Мое было желание пройти хотя бы первый тур, а потом я думала, ну, достаточно для первого раза. Ну, а потом, конечно, конкурс затянул меня, столько эмоций и впечатлений. А атмосфера, да, доброжелательная очень. Поэтому, конечно, это было огромное счастье участвовать в этом конкурсе. Еще большее счастье было победителем. А для второго победителя в номинации «Учитель года» – преподавателя физической культуры из школы номер 48. Эта победа была целью долгих лет. И вот, достигнув желаемого, он ставит перед собой новое. Я к этому шел, потому что, когда я был маленький, я стоял на одной сцене со своей мамой, которая была… Второе место у нее было «Учитель года». Вот, поэтому моя жизненная задача была добиться максимального успеха в этой профессии. Я еще хочу на Всероссийский попасть, а чтобы туда попасть, нужно выложиться по полной. Теперь победителям предстоит также достойно выступить и на региональном этапе, чтобы представить наш Люберецкий округ. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Более 40 жительниц городского округа подали заявки на участие в ежегодном конкурсе «Мамочка-люберчаночка». Но по результатам отборочного тура только 22 из них заслужили право выступать в финале. Наша съемочная группа наблюдала за тем, как проходил кастинг среди молодых мам. Доказать, что декретный отпуск – это не только уход за ребенком, но и отличное время для новых открытий и самосовершенствования. Именно в этом заключается главный смысл конкурса «Мамочка-люберчаночка». Он проходит в городском округе уже второй раз по инициативе членов сообщества «Мама офлайн». В марте прошлого года за это высокое звание готовы были побороться 25 человек. В этом году количество участниц удвоилось. Сегодня нам предстоит важная ответственная миссия по отбору этих кандидатур. Нужно отметить, что подобный конкурс дает возможность для развития и реализации своего потенциала, своего личностного роста и творческого потенциала каждого родителя. Наверное, в каждой семье участника это будут знаменательные и приятные моменты, которые будут дополнительно объединять семью и стремиться к победе. По итогам отборочного этапа 22 участницы проходят финал, который состоится 4 марта. Но все это время молодые мамочки не будут сидеть без дела. Теперь им предстоит большая работа по подготовке к своему главному выходу на сцену. Девочек ждут репетиции, мастер-классы, дефиле, интересная культурная программа. Об этом все будет рассказано на финале и вы увидите результаты. Для того, чтобы участвовать в нашем конкурсе, достаточно быть просто мамой. Но при этом нужно подготовить интересную самопрезентацию, успешно справиться с интеллектуальными заданиями и пройти конкурс дефиле. Решение, кому достанется заветная корона, примут компетентные члены жюри. Луиза и Киазырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Первые малыши Нового года. 215 детей родились в Люберцах с начала 2018-го, в их числе 4 двойни. 9 малышей появились на свет 1 января, а 14 – большой церковный праздник Рождества Христова. Об этом нашему корреспонденту рассказала главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник. Если первым в новом году родился мальчик, значит год будет хороший. Сотрудники Люберецкого роддома этой примете верят и не раз проверяли ее. Вот и 2018-й обещает быть успешным. 1 января на свет появился мальчик весом 350 и ростом 52 сантиметра. А уже после него в этот же день родились 8 малышей. По словам Татьяны Мельник, в прошлом году они также радовались доброй примете, и она сбылась. Я считаю, что год у нас прошел хорошо, и мы вышли с хорошими показателями. Основными показателями – это смертность новорожденных детей, выхаживание детей от 500 грамм до 1,5 килограмм. Это считаются новорожденные дети с экстремальной массой тела. В этом году мы выходили двух деток с массой тела 480 грамм и 460 грамм. Всего в 2017 году в Люберцах родились 5 418 детей. Татьяна Мельник сравнивает эту цифру с 2016-м. Тогда городской округ вошел в тройку муниципалитетов, где за год на свет появилось более 6 тысяч малышей. По мнению акушера-гинеколога, снижение рождаемости связано с несколькими причинами. Одной из причин того, что снизилось количество родов, это как раз то, что сейчас в детородный возраст вступили те дети, которые родились в этот знаменитый русский крест. Тогда, когда рождаемость резко упала, а количество абортов резко возросло. И вот этот знаменитый русский крест, вот мы сейчас имеем последствия. Отдельно главврач остановилась на теме бэби-бокса. 31 декабря в так называемое социальное окно положили еще одного младенца. Этот мальчик стал сороковым по счету ребенком, оставленным в колыбели за все время ее существования. А именно с конца 2013 года. Луиза Егия-Зырян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Первый этап пройден. 949 воспитанников детских садов округа зарегистрированы на сайте ГТО. Команды с наибольшим количеством участников наградил Владимир Ужицкий. Отметим, 41 учреждение приняло участие в первом этапе комплекса «Готов к труду и обороне». Среди них лидирующее место у детского сада номер 14 «Журавушка». Лидеры регистрации определены, но теперь необходимо взять первенство и в выполнении нормативов. Проект в школу с ГТО стартовал в январе 2018 года, чтобы привить любовь к спорту с самых ранних лет. 6-7 лет. Тот возраст, с которого начинается отчет ступеней, в комплексе «Готов к труду и обороне». Под нее подходят воспитанники старших групп детских садов. Поблагодарить и наградить лидеров этапа пришел и глава Владимир Ружицкий. Кто получил эту бациллу, в хорошем смысле слова, заниматься спортом, того с пути очень сложно сбить. Поэтому вам спасибо, ребята, а вам здоровья, удачи, будьте чемпионами. А начало спортивного пути положено. Юные воспитанники детского сада «Журавушка» показали гимнастические элементы, устроили флешмоб, а самое главное – проявили интерес к спорту. В общем, доказали, что ГТО готовы. ГТО готовы. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В Люберецкой школе номер 9 прошел промежуточный этап соревнований «Олимпионик-2018» среди детей 9-10 лет. За право участвовать в финале спортивных состязаний боролись сборные команды из четырех учебных заведений. Подробности далее в сюжете. Перед тем, как выступить в промежуточном этапе соревнования, каждый из этих ребят прошел отборочный тур на базе своей школы. В итоге из самых лучших учеников третьих и четвертых классов создали сборные команды. Это первые испытания на пути к участию в зональном этапе ежегодного спортивного состязания «Олимпионик». Веселые старты проходили по пяти дисциплинам. Первая эстафета была челнок, это с передачей эстафетной палочки. Следующая эстафета была прыжки на фитбольном мяче. Дальше баскетболисты были. Посадка картофеля и комбинированные эстафеты. Лучшая команда, которая потом, соответственно, занимает лучшее место, она едет на область защищать уже честь Люберецкого района на области. Самыми сильными, ловкими и выносливыми оказались ребята из девятой школы. Теперь им предстоит участие в финале. Второе место досталось школе номер 59. Третье завоевала сборная командой 17-й школы. Зональный этап соревнований «Олимпионик-2018» состоится 26 февраля в Люберецком фоке. Луиза Егия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Жители Люберец продолжают принимать участие в зимнем фестивале городской среды «Выходи гулять». В Центральном парке прошла интерактивная анимационная программа «Калейдоскоп». Детей и взрослых в этот морозный день согрели любимые песни и танцы, а также отличное настроение вокального коллектива «Успех». Под лозунгом «Выходи гулять» Люберчане собрались в Центральном парке в эти выходные. Для них, как всегда, была подготовлена активная занимательная программа. Всем пришедшим не давали скучать и мерзнуть участники вокальной студии «Успех» из поселка Октябрьский. Это мероприятие очень веселое и очень радостное, потому что здесь находятся занятия всем. От мала до велика. С нами танцуют и малыши, и взрослые, и среднячки. Мы с ними изучаем различные танцы, кадри, ручейки. Также на месте мы учим с ними слова песен, и они все дружно подпевают в микрофоны, поэтому все у нас с участием. Все, кто посетил фестиваль, остались довольны и зарядились замечательным настроением. Отлично, прекрасно. Каждый день были такие мероприятия. Замечательно, все нравится. Вы танцуете тоже? Да. А как же, второе воскресенье наблюдаем за данным мероприятием. И очень рады, что к русской культуре приобщают детей. Тебе понравилось мероприятие? А, понравилось. Правильно, ручкой давай, ручкой хватай и говори. Мне очень понравилось. Ну, говори, здесь делал, танцевал. Зимний фестиваль «Выходи гулять» проходит в Люберцах в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Его цель – привлечь внимание общественности к паркам и скверам, благоустроенным в 2017 году. Данил Михайлов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах отметили Татьянин день. Напомню, в нашей стране он установлен 25 января. Накануне праздника наша съемочная группа побывала в Люберецком дворце культуры, где прошел отчетный концерт детской хореографической школы. Его как раз посвятили Татьяниному дню. Это первый отчетный концерт Люберецкой детской хореографической школы в этом году. И так совпало, что он прошел в преддверии сразу двух праздников. Посвящен он дню Татьяны, директор нашей школы Татьяны Ивановна Тропина. Это символично. Татьянин день – это день студентов. У нас очень много молодежи. И у нас есть ансамбль «Россия», который состоит из студентов. В сегодняшнем концерте приняли участие порядка 300 человек. В основном это дети от 9 до 16 лет. Всего в школе занимается около 470 человек. Классические народные, эстрадные танцы, степ, джаз – всего в программе 28 номеров. Отчетные концерты детская хореографическая школа проводит регулярно в среднем 4-5 раз в год. Как правило, каждый такой концерт посвящен какому-нибудь событию или празднику. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Выставка прикладного искусства Ольги и Константина Кривых «Золотое зернышко» открылась в Томилинском центре культуры и семейного досуга. Там же прошел мастер-класс для детей «Забавное творчество», а также концерт вокального ансамбля «Бельканта». Константин и Ольга Кривых – творческая семейная пара. На их совместной выставке Константин представил экспозицию портретных шаржевых скульптур знаменитостей из полимерной глины. А Ольга – свои работы из обычных бытовых предметов, изысканно задекорированных фруктовыми косточками, зернами и семенами. Это направление арт-терапии «Золотое зернышко». Недавно мне позвонили, пригласили провести выставку. Здесь я уже проводила раньше. И принять участие. Сегодня состоялось открытие выставки. Ольга не первый год проводит выставки и мастер-классы в Люберецком округе, где приобщают к декоративно-прикладному искусству совершенно разных людей. Приобщение к прекрасному, оно может с чего-то начаться, с какой-то мелочи, а потом человек уже как на крючке. Для учеников пятых классов 14-й школы Ольга Кривых провела мастер-класс «Забавное творчество», где обучила их технике декорирования «Декупаж». Совершенно просто. Обычные салфеточки. Можно какую-то красивую нарядную коробочку самому сделать в подарок. Туда что-нибудь положить, вручить другу. Можно сделать баночки, любые ботиночки, все что угодно. Ребята, вам понравился мастер-класс? Да! В завершении для детей выступили солистки ансамбля академического вокала «Бельканта», Анастасия Крестьянинова и Екатерина Фуранова. Живем на свете комарочек, 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 комарочек. Выставка «Золотое зернышко» открыта в Центре культуры и семейного досуга. Каждый желающий может ее посетить и оценить работы. Даниил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Три номинации, шесть коллективов и одна сцена. Актовый зал 42-го лицея на время превратился в настоящий театр. Там прошел муниципальный этап областного конкурса «Мельпомена». На сцене актеры театральной студии «Диалог» 42-го лицея. Они представили на сучури отрывок спектакля по мотивам мультфильма «Летучий корабль». А тебе, батюшка? А мне, а мне прошел с твоей счастливой. На муниципальном этапе конкурса «Мельпомена» три номинации – дебют, развитие и класс. В каждой представлены два театральных коллектива. Их участники – дети разных возрастов с разным опытом игры на сцене. Те коллективы, которые занимаются до трех лет, они выступают как раз в номинации «Дебют». Коллективы, которые более пяти, там от трех до пяти лет, они в номинации «Развитие». А образцовые детские коллективы, вот они будут у нас выступать и соревноваться друг с другом в номинации «Класс». Коллективы предварительно предоставили членам жюри диски с полными версиями спектаклей. Сегодня же на сцене начинающие актеры показывают их 15-минутные отрывки. Три номинации – три победителя. Самые маленькие конкурсанты – театральная студия «Лучик» – заняли первое место в номинации «Дебют» с шуточным спектаклем «Ровно в полночь». Театральная студия «Кураж» поразила своими кощеевскими страстями жюри и стала первой в номинации «Развитие». Ну а мюзикл-театр «Воскресенье» одержал победу в номинации «Класс» со своим футуристическим спектаклем «Никто не поверит». Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Word, Excel, мониторы, процессор. Большинство людей сразу поняли, о чем речь. Но и в век информационных технологий еще есть люди, незнакомые с этими терминами. Например, пенсионеры. Увеличить количество интернет-пользователей среди них, а также обучить компьютерной грамотности взялись сотрудники библиотеки «Бригантина». Там уже на протяжении нескольких лет проводят подобные курсы. У вас у всех наверняка есть телефоны, да, и вы не представляете жизнь без телефона. Вот так же и компьютер. Он просто чудеса делает. Спокойно, а главное просто. Проходят занятия по компьютерной грамотности. Каждый раз с этих мастер-классов выходят новые активные пользователи интернета. Валентина Вахтурова пришла пока на первое занятие. Всю жизнь проработала инженером и не представляла, как компьютер облегчил бы тогда жизнь. Попытки освоить технику самостоятельно были, но все безуспешны. Сейчас же она настроена решительно. Мы должны сами этим воспользоваться инструментом и работать с ним. Тем более техника далеко ушла. Училась когда в институте, я программу составляла. А когда села за компьютер, я уже другой возраст, другое время, я уже не смогла работать на компьютер. Поэтому приходится все это обновлять. Идти в ногу со временем последнее время хотят больше людей, находящихся на пенсии, отмечает преподаватель Галина Гнездилова. И успех в обучении, конечно, будет, если самому учителю интересно, что он преподает. Я сама заинтересована в этом. Мне просто это интересно, поскольку я давно с компьютером, освоила компьютер давно. А сейчас я даю им элементарные знания. И они очень довольны. И когда делаешь человеку приятное, это всегда приятно. На мастер-классы Галины Гнездиловой ходят даже коллеги. Ведь никогда, говорят они, не бывает лишней информации. Даже если кажется, что все знаешь. Если ты хочешь чего-то познать, значит, ты еще не пожилой человек. Ты не старый. Ты хочешь жить, ты стремишься к чему-то. И это просто замечательно. Компьютерные технологии стремительно развиваются. Сейчас в интернете можно найти все, что хочешь. Так и многие услуги переходят в сеть. Например, чтобы записаться к врачу, не нужно тратить время на дорогу. Необходимо лишь сделать пару несложных действий при помощи компьютера. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска. Врач, инженер и чиновник. Именно такого будущего для своих детей пожелали 68, 66 и 61 процент россиян соответственно. Это данные недавнего исследования Центра изучения общественного мнения. Его результатами с порталом РИА Новости поделился директор ЦОМ Валерий Федоров. А Люберчай, в свою очередь, поделились с нами своим мнением на этот счет. Свободный микрофон на очереди. Раньше мама хотела, чтобы я была музыкантом. Папа, чтобы экономистом. А бабушка вообще видела во мне актрису. А теперь они очень довольны тем, что я журналист. Ну а какие профессии люберчане считают лучшими для своих детей, мы узнаем прямо сейчас. Ну, наверное, врачом. Почему? Не знаю, мне нравится эта профессия, может, поэтому. Не, ну конечно, чтобы он стал космонавтом, на самом деле. Я сам мечтал в детстве быть космонавтом, так что, как-то так. Врачом. Почему? Ну, потому что врачи сейчас хорошо зарабатывают и хорошо живут. Просто были здоровы, счастливы. А кем им выбирать профессию? Старший, наверное, больше склонен что-то мастерить. Но инженером хотел бы, чтобы стал. А младший хотел бы, чтобы зубным техником, допустим, стал. Почему так? А потому что он любит лепить, что-то вот, сплейдох, вот что-то он такой усидчивый. Нет, про профессию мы не думаем еще. Главное, чтобы вырос человека. Наверное, каким-нибудь начальником, либо руководителем. Кем он захочет? Для того достаточно, мне кажется, да? Врачами. Но только одна стала врачом. В общем, хотелось бы, чтобы это было что-то такое, связанное с такой помощью людям. То есть, либо это врач, либо это производить что-то для людей, очень важное и нужное. У меня нет детей, поэтому мне трудно рассуждать на эту тему. Но все-таки я думаю, что не важно, какую профессию выберет ребенок. Главное, чтобы он нашел свое призвание и стал счастливым человеком. Мария Лапчева, Сергей Гвоздев. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Такое мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ, в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а я, Мария Лапчева, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.